всем привет любите ли вы инди инди в смысле independent independent и инди это не совсем то что подразумевают музыкальные критики когда делят своих обзорах там или энциклопедиях инди-рок не инди-рок инди это независимость независимость от чего-то и это самое инди это самая независимость она тоже разная есть независимости от крупных река рекорд лейблов как например у группы pearl jam в чистом виде инди музыка независимая хотя как угодно называйте этом гранж хард-рок все что угодно это независимая музыка независимая группа то есть инди есть группы которые стремятся все-таки работать с крупными рекорд лейблами или стремились это делать или не очень стремились я не знаю что в головах у музыкантов мы ведь не знаем это знают критики которые большинстве своем все выдумывают на самом деле пишут так как им кажется но стремились не стремились к крупным компаниям к сотрудничеству с крупными компаниями а играли ту музыку которая нравится не обращая внимания ни на что вот нравится играть безумные отвязанное совершенно тяжелый психоделический какой угодно рок вот они его играют а уж сложится с компанией не сложится с это уже дело десятое ну например такие группы как хоквинт у них все было хорошо не сразу правда но в принципе пошло а это в чистом виде и independent в чистом виде независимым независимая музыка которую парни просто начали рубить и рубили довольно долго абсолютно бесплатно играя за стенами крупных фестивалей приезжали на фестиваль и играли рядышком просто на улице где-то как бы присутствовали на фестивале но играли не там где все остальные и таких групп масса там можно вспомнить амандюл амандюл 2 до немецкий коллектив можно вспомнить тех же самых хоквинт можно вспомнить например замечательную группу pink fire с я не знаю правильно я произношу или нет но pink fire с будет так почти pink floyd да даже похоже свинки даже летают это было задолго до того как свинки стали летать группе выкроет пинка из группа образовалась на руинах еще одной инди-группы британской английской под названием девиант девианты то есть господин фарен вокалист и руководитель коллектива девиант был уволен из группы за слишком уж серьезную независимость хотя группа про девиант я отдельно расскажу у меня есть две пластинки их это нечто это очень серьезная история но вот на обломках этой группы собрался коллектив которому примкнули еще несколько человек в том числе стив перегрин тук который ушел от марка буллана из группы торинозаврус рекс и они приятно проводили время эти молодые люди играли рок-н-ролл в том виде в каком им он виделся простите за тавтологию играли громко тяжело с кучей инструментальных вставок с импровизациями с джемами с психоделическими всякими уходами в разные музыкальные дебри скажем так музыкальных дебрей там было предостаточно но в конце концов состав стабилизировался фарен ушел опять-таки вон большой любитель был менять проекты стив перегрин тук тоже ушел пришел зато господин twink которого зовут джон твинг алдар твинг это барабанщик который играл в группе tomorrow с участием стива хау очень серьезная группа очень крутая очень сложная очень технически навороченная при этом с хорошими песнями стив хау ушел из этой группы в ес а твинг ушел в свободное плавание утвору кстати одна пластинка всего вышла но она фантастическая она настолько интересная настолько музыкальная что google я про нее говорил на одной из встреч с дмитрием юрьевичем пучковом ну расскажу про нее еще и соло потом отдельно и твинг слился с этой замечательной компанией обломков девианцы примкнувших примкнувших к ним любителей хорошей музыки стал играть на ударных в компании и сложился состав дункан сандерсон бас-вокал рассел хантер ударные эти два человека кстати до третьего тысячелетия остались в составе pink fire is вот эта пластинка которая вышла в 2017 году пинтаре здесь играют как раз два этих замечательных парня twink ударные и пол рудольф который сменил ушедшего в небытие музыкальная вокалиста фарена стал петь играть на гитаре и вышла у них пластинка в 1971 году по названием never 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 land очень советую для тех кто любит хоквинт для тех кто любит pretty things для тех кто любит tomorrow для тех кто любит навороченный независимый британский рок старого разлива 71 год это не умно не умная вот так и не умничание какое-то психоделическое не попытки играть какой-то то что называется не люблю это словосочетание арт-рок или там прогрессивный рок это вам не эмерсон лейк энд палмер не какие-то еще эти вот заезды там типа дженесис или ес это рок это прямой настоящий зверский хороший рок но мы все все определяем путем сравнения с чем-то с кем-то до сравнить этот стиль можно много с кем но по плотности по наполнению по палитре это ближе всего наверно где ху хотя ху ху писали другие песни здесь свой подход свой взгляд но по плотности по манере игры на гитаре такой полу аккордовый полу солирующий или аккордовый с наложением соло чего уху не было кстати говоря вот такой плотняк ху если кому-то нравится смесь ху и хоквинт вот наверное так можно сказать дует первый номер где появится просто дует 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 хит не знаю на века не на века но серьезная штука пробивной гитарный прошибающий просто насквозь рок очень хорошо все сыграно heavenly man следующая песня она на удивление начинается как лирическая такая лирическое полотно потом въезжают все-таки гитары с басом с барабанами и мы вспоминаем что это рок-группа с большой буквы ржа вот я скажу вот так вот с большой буквы с ее ладно ближе к рок-н-роллу но очень тяжелому рок-н-роллу очень-очень тяжелому рок-н-роллу ваги в аргелл такая штука она очень плотно звучит вообще звучит все очень плотно очень просится слово вкусно хотя примитивно к музыке его не люблю но очень очень насыщенно звуком и никакой ничего лишнего никакой фальши но но все при этом очень много и и такая музыка в которой можно погрузиться тяжелая при этом так вот а варгелл она немножко чуть полегче и она где-то отдаленно но напоминает произведение наименее блюзовые произведения флитвуд мэг блюзового периода вот когда они играли наименее блюзовые произведения вот где-то что-то с варгелл есть never never land девиз название пластинки заглавная песня она тоже достаточно легкая но какая-то такая гимнообразная очень хорошая ну а на второй стороне чем дальше тем больше рока тор 58 секунд просто инструменталь чик это второй номер трек one side ту песня называется песня первая песня на второй стороне тяжелая штука но третья вещь перешибает все на свете тины шрей был называется она и это откровенный настоящий панк-рок в чистом виде панк-рок который сыгран очень сильными музыкантами которые очень хорошо играют на гитарах барабанах и на всем остальном но twin играл в tomorrow тут я уже говорил что тут скажешь вместе со стивом хоу там они играли будь здоров какую музыку и вот этот самый тины шрей был его можно было абсолютно спокойно сыграть в 1977 году или всеми шестом в одном концерте sex pistols и убрать sex pistols просто на 1 потому что такая я никакой рамонс тут вообще близко не лежал даже это очень круто пять с половиной минут причем практически в одном аккорде ну там с разрешением еще в два но это их можно опустить на самом деле и безумное полотно на 11 минут анкл гендрис last freak out расширенная такая сюита с вокалом с тяжелым мощным вокалом с длиннющим гитарным соло точнее с двумя гитарными соло разного разного характера и это не импровизация это придуманная такая штука мощная тяжелая интересная 11 минут и не скучно прямо вот и никакой прогрессив рог никакой арт-рок уже не нужен потому что ребята как в одной песне сказанная ребята ловят свой кайф и они ловят настоящий рок-н-ролльный мощный кайф этот пластинка never never land 71 год первый альбом второго у меня к сожалению нет а есть третий kings of oblivion pink fires семьдесят третий год их осталось только трое двое из первого состава раз ударные и сэнди басист который был которые были здесь и остались и до 2017 года и пришел ларри вэллис гитарист известный любителям группы motorhead из pink fires он ушел в motorhead а до этого играл в группе уфо и он здесь взял на себя конечно весь гитаризм взял даже вокализм хотя он не очень хорошо поет и это слышно к сожалению здесь что поет кривовато но ярость гитарная искупает абсолютно все city kids первая песня любители группы motorhead и и конечно знают city kids утащил эту песню из pink fires в motorhead мощная рубилова что скажешь motorhead по-другому не не играет i wish i was a girl песня номер два тяжелый рок мелодичный но песня очень длинная при этом хотя без всяких уходов вот в эти в какие-то полеты импровизации что-то такое смену ведь нет вот мы рубим гармонию поем мелодию играем соло рубим гармонию поем мелодию мелодия хорошая рефрен красивый все мощно и очень длинно грандиозно просто грандиозно грандиозно when the fun begin не очень длинная песня но она прекрасно завершает первую сторону а вот вторая сторона мне не очень нравится там тот же самый тяжеляк тот 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 же самый подход рубим гармонию играем соло поем мелодию в грохочем на барабанах но какие-то песни не очень запоминающиеся но первая сторона первые три песни они просто ломовые и вот вам привет любители любителям группы pink floyd pink fire с 1973 год kings of oblivion ну с гитаристом как я уже сказал ларри волесом для любителей настоящего независимого тяжелого рока подчеркиваю независимого потому что они но они независимы в том же смысле в котором независимый хоквинт как я уже говорил в начале то есть вот что нам нравится как нам нравится так мы и играем и что самое приятное я был удивлен когда увидел вот эту пластинку pink fire с и спрашивал магазине то что сборник наверно какой-то а я еще не знал что они существуют и в третьем тысячелетии я привык что это старая группа 71 73 продавцы горит от чертова знает мы вообще не знаем что такое pink fire с я посмотрел порылся в интернете да действительно 2017 год двойной альбом два человека из оригинального состава и два еще новых ну что естественно потому что в возраст уже не тот но кайф в том что вот на этом альбоме очень хорошо записано все очень все хорошо сыграно ну естественно стаж у артистов ого-го какой но играется классический абсолютно можно называть старомодный можно называть архаичный как угодно но чистый настоящий британский тяжелый рок но тяжелый не не в смысле ладзепелин или deep apple а в смысле ранних pink fire с их смысле хоквинт такой вот откровенный тяжеляк опять-таки немножко похожа на дху и вот так в 2017 году они взяли и спокойно не обращая внимание на то что модно не модно что там radio head или что-то еще там такое там the strokes нифига вот что умеем что любим то и играем 2017 год pink fires пожалуйста вам но я конечно рекомендую очень кто любит потяжелее kings of oblivion а кто любит классический настоящий такой pink fires never never land 71 год независимость это неотъемлемая черта настоящий рок музыки когда рок-музыка становится зависимый слово рок в ней уменьшается вот такой урок манера музыку а музыка а тут рок музыка такая вот пошел пить пока